Они мешают всю судьбу, Боги, понимаете, они за всех все решают. Ой, так плохо голову пошли. Все, что мы так будем? Оно пошло, оно пошло, что-то бурчит. Я не для них это говорю. Я говорю для тех, которые здесь. Которые что-то сейчас пишете. Для чего вы пишете? Потому что вы фиксируете свои мысли, которые у вас возникли, и вы передадите даже послезавтра, даже через год, эту. Те, которые пытаются меня запомнить, господа, если я сейчас спрошу, о чем я говорил последовательно, сообщите, нет. Ничего вы не расскажете. Человеческая психика какая? Вы запоминаете картинку? Какой галстук был? Морда лица, какая прическа, как он жестикулировал. Вы эту картинку запомнили, да? Слова, какие он говорил. Ой, как неинтеллигентно, аж меня коробило. Так, неантеллигентен. Но вы меня запомнили, потому что я нестандартно говорю. Я специально применяю порой эти слова, специально, чтобы вы запомнили. Этим самым я отличаюсь от такой хулиганист. И вы его запоминаете. Это существуют такие фишки. Я, кстати, со сцены вижу вас всех, и вижу невербально, читаю ваши мысли, когда вы сидите, я их читаю. То, о чем думает. Просто позиционируемся, так показывайте мне. Так что, те ребят, которые закрыты на своей волне, посмотрите в свои карманы, посмотрите. Нравитесь ли вы в таком состоянии своим дамам? Дамы любят очень сильных, мужественных, на которых, ну, можно понадеяться, положиться. А не те, которые сомневаются, плавают в облаках. И они тогда ищут глазами того сильного, смелого, который защитит, с которым хорошо, уютно, тепло. Вот, да, она будет терпеть, но как она будет сожалеть потом? Что ж ты ленивый такой? Никогда не задумался о том, как мы живем. Когда-то мальчик спросил маму, мама, почему наши соседи богатые, а мы бедные? Мама ответила, не Бог тому виной, сынок. Просто твой папа никогда не задумался о том, что нужно сделать и как нужно сделать, чтобы жить по-другому. Господа, время пришло думать. Чем ты? Чем ты лично отличаешься? Задайте себе вопрос. Чем я отличаюсь от других? Тогда пойдут к вам люди, если вы не такие, как все. В чем заключается закон стабильности? А в нашем обслуживании. Если мы дали людям что-то, какое уникальное, то, о чем они мечтали, они будут с нами. Если мы вовремя им сделали комплимент, если мы вовремя им уделили внимание, они будут с нами. Почему? Людьми управляет четыре мотивационных фактора. Людьми управляет карьера, людьми управляет признание, людьми управляют деньги, и людьми управляет власть. Они этого жаждают всю свою жизнь. Но существуют страхи и лень. Это их проблемы. Я просто сказал о тех лидерах, которые хотят чего-то. Отличия. Вот чем ты отличаешься? Чем компания отличается? Чем команда отличается? Чем продукт отличается? На эти вопросы мы должны дать себе ответ. Если мы их не дали, мы будем сомневаться. Выгода. В чем выгода твоих людей? В чем выгода вообще людей? Мы должны знать эти ответы. Экономить. Укарали можно экономить? Свои лишние средства. Очень большие скидки. Очень большие возвраты. Очень большие вознаграждения из потребления. И комфорт. И какой комфорт дает, я вам говорю. Не думать ни о чем. Все решила компания. Инновационные продукты. Оформление продукции. Всем занимается компания. Наша задача знать, во имя чего, для чего мы живем. И что я готов вообще сделать. Для чего? У меня нужны деньги. Ответьте себе. Если вы не ответили себе на вопрос, зачем мне нужны деньги, их у вас не будет. Деньги не любят, разглядя их и бестолковые. Они любят очень умным. Сконцентрированных людей. Собранных. Дисциплинированных. Сегодня мы побеждали плоть. Встал взвод. И был приказ. Ну, отделение. И был призыв. Если мы сейчас прыгнем в холодное море 12 октября, мы победим свою плоть. Мы не должны идти на поводу у плоти. Нас ждут великие дела. Нас ждут великие перемены. Нас ждут наши семьи. Мы победим в бизнесе лишь тогда, когда мы сможем побеждать самих себя. И мы рванули всем отделением и плюхнулись в воду с криками, с поплями, прызгались. Снимали на видеокамеру. Это будет в клипе. Это шикарно, когда мы плоть побеждаем. Да, она скулит. Да, она замерзает. Но ничего. Пусть получит 110%. Пусть не диктует нам условия. Ребят, спасибо вам всем. Мы будем заниматься потом. А вам спасибо за внимание. Людей, которые приняли решение заниматься бизнесом. Отказ в смысле поездки на семена. Но ваше видение таких вопросов, вы их уговариваете или вы тоже жестко поступаете? Давайте, ребята, так. Вы договорились с человеком ехать отдыхать куда-то. Так? Нет, на семинар. Вы в чистую монету не играете, потому что это надо с чем-то сравнивать. Вы договорились ехать куда-то. Или же вы пригласили на день рождения, накрыли стол. В последний момент он вас предает или находит причины быть не с вами. Ваше решение. Мое решение, ну как-то жалко, но, наверное, 50%. Я жалею, да. Но для меня принцип. Пятитонная причина, насколько она весомая. Я принимаю, если он поломал ногу-руку. Поломал ногу-руку родственник. То есть, или близкий. То есть, ему нужно было быть в больнице, вести, на руках нести, вызывать. Понимаете? То есть, я ищу причину. Если причина плавающая. Приехала любимая подружка, там еще какая-то еще. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. То есть, я ищу, в чем причина. Понимаете? В чем не поехал, почему не поехал на семинар. Ну, если, допустим, причина, можно сказать, ну, нет замены на работе, а работа... Хорошо, у меня вопрос. Если бы он знал, что он туда приедет, ему заплатят тысяч долларов. Ну, да, больничный. То есть, значит, он не умеет решать какие-то детальные вопросы. Другой вопрос. Если бы, по-моему, мэр города предложил поехать с собой. Ну, да, наверное, стоило бы такие вопросы позадавать. Не ему, себе, задавайте вопросы. То есть, насколько он вообще вас уважает как личность. Может, он просто с вами здоровается? А вы думаете, это друг? Друг это тот, который вас не предает, не подставляет. Так или нет? Что головой говорит? Сильно вас обидели. Меня? Да. То есть вы говорите. Я просто человек, который зарабатывает для семьи деньги. И плевать он хотел на мнение вообще окружающих. Потому что моей семье никто домой ничего не принес. А вас еще, смотрю, не обидели? Меня? Нет? Терпите? Может, сколько зарабатывает? Я зарабатываю. Вы? Не устали еще? Ничего, я справляюсь. Все правильно. Ну, так, ваше решение отказаться. Вы бы, допустим, лично так бы уже бы все точки, которые оставили. Нет, 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 нет. Я должен знать весомость. Весомость. Да, дальше. Во-первых, вы должны обговорить на самом начале. Он говорит, я хочу заниматься бизнесом, так? Да. Вы обговариваете, как это будет выглядеть, так? Да. Вы ему рассказываете о своих принципах, о своих правилах, так? Да. Если он их нарушает, чья это проблема? Его. Вы предупреждаете. Давай так. Так, значит, если мы с тобой договорились заниматься бизнесом, но ты начинаешь что-то искажать, тогда не требуй от этого бизнеса каких-то выхлопов, понимаете? Ну, выхлоп это такой сленг в бизнесе. То есть, не будет прибыли. Результатов. Да, результатов. Вот по-граждански правильный результат. А выхлоп это так. Понятно для узкого круга бизнесмена. Значит, смотрите, нет результата финансового, да? Дальше. Если ты опять нарушишь это, я вообще не даю гарантии о том, что у тебя что-то будет получаться. Но давай так договоримся. Тогда ты ко мне претензий не предъявляешь. Никогда. Хорошо? Если ты делаешь все по-своему, ко мне без претензий. И самое главное, к компании без претензий. Ко всему, чем я занимаюсь. Хорошо? Если он говорит, хорошо, пусть плавает как хочет. Понятно? Понятно. Обговорить все нюансы. Слышите? Перед тем, как взять человека с собой в бизнес, нужно обговорить Обговорить обязательно. Вы поймите, в любой, в любой, в любом бизнесе, вообще в линейном бизнесе, в любом в любой порядочной фирме за круглым столом обговариваются условия. Может быть лучше условия поставить, а не обговорить нюансы? Вы поставите условия. Но вначале, конечно, вам нужно собрать справку о нем, о его мечтах, с какой целью он сюда пришел, что он вообще хочет. Если он ничего не хочет и плавает, условий ставить не надо. Скажите, пойди подумай. Вообще, вы знаете, как кастинг проходит, нет? Собеседование на фирмах на период. Очень часто слышали. Ну там же же идет конкретное интервьюирование, да? Тебе задается ряд вопросов, на которые отвечаешь, там тест вопроса, они просто складывают о тебе более-менее картинку. Ну если пришел тормоз, ну какие мы дела будем делать? Если человек совершенно не видит себя в росте, в карьере, он говорит, мне достаточно 500 долларов в месяц. Мы ему говорим, вам достаточно это в течение жизни? Да. То есть до пенсии вы готовы на 500-ке сидеть? Да. До свидания. Хорошо, давайте так. Если бы вам поставили условие, вот вокруг этого здания мы вам будем платить 1000 долларов, 1000 долларов в месяц, но вокруг этого здания каждый день должно быть чисто, чтобы ни целлофановых кульков не было, ни листьев, ничего. И вот такие условия. То есть до пенсии вы должны его убирать. Всегда. Должна быть чистота. Вас это устроит? Вот это? Это нормально. А, да, я не боюсь никакой работы. У меня не нужен такой человек. Человек не растет. Совершенно не растет. Ни над чем. У него нет роста. Он погубил свою жизнь за штуку баксов. И никем себя никогда не видел. Продался за 1000 долларов. С 8 до 5. Должен быть. Чисто, не чисто, сиди в коморке. 5 часов. А вот дальше. Вот мне интересно вообще, кто как отвечает, потому что все время срабатывает. Вот стакан, вот так вот воды. Это наполовину пустой или наполовину полной? Пустой. Наполовину полной. Видите? Я задал один вопрос, сколько мнений. А я знаю ответы. Кто из кто. Мне этого достаточно. Можно вопрос по поводу дальше обязательств? Вот если обязательства, их лучше устно обговорить или письменно? Устно. Письменно это все ерунда. Если он устно не ответил, письменно он накалякать. Все это ерунда. Да, вам нужен человек. Смотрите на его поведение. Вообще, ребят, вы вообще развивайте в себе эти качества. Если сейчас сюда зайдет пьючий человек, вы его невербально определите или нет? По поведению, по морде лица, по цвету кожи. Все. Почему вы не видите перед собой собеседника, а? Перед вами садится собеседник. И он говорит, я мечтаю строить бизнес. А у него перегарчик, неопрятный вид. И вы думаете, бизнесмена поймал. Сейчас он начнет подписывать. Станники подписывать или людей подписывать. То есть что-то делать начнет. И вы уже, и вот на этом месте будут строиться новые города, дома. И сюда потянутся железные дороги. Построим аэропорт. И пошел мечтать. Это было. Понимаете? Вы невербально должны уже чувствовать. Глянули, он вам сигнализирует о своем поведении. Все женщины почему-то думают, ну ничего, я его перевоспитаю. Вот замуж выходила, где-то были мелочи в поведении мужа. Ну ничего. Женю перевоспитаю. До сих пор друг друга. Он думает, ничего. Женюсь. Здесь научится. Не будет вякать. Мужчины думают, что она всю жизнь такой же и останется. Ах, такой и будет. Я когда-то, знаете, жена... То есть когда-то жене сказал, ты помнишь? То есть вам лучше почитать, в принципе, Барбару и Алана Пиз. Мужчина и женщина. Чтобы понимать, что такие мужчины... Потому что мы совершенно видим все в других тонах и по-другому реагируем. А я ей когда-то сказал, помнишь, с кем я знакомился, ты какая была? Она говорит, я женил знаком на стройненькой. Следи за собой. И все. И она до сих пор стройненькая. Следи за собой. Я же за собой слежу. А я замуж выходила за Кучерявого. Так дальше что-то. Я говорю о фигуре. А нет, Света Волод. А я о наличии. Ну, он же не за Седую выходил. Легче в зеркало посмотреть, что коррекция все. А? В зеркало на себя посмотрите, что коррекция все. Мужичок должен... Мужики влюбляются глазами. Правильно. Его возбуждает, его картинка. Изучайте дефицитальную психологию. Кому вы говорите? Всем. А, ну. Поймите, мужичок любит глазами. Женщина ушами. И если женщина в засаленном халате каждый день ерзает перед его глазами, он говорит, что ты, он меня... А ты чуть-чуть по-другому себя. Как будто вот когда вы встречались, так и преподносили. Не надо, это мое, и вытерпеть такую. Все начинается, любая конструкция, Эфелева башня построена, и там болтики держат. Болтики. Открутите болтик. Открутите один болтик. Тогда нагрузка пойдет гораздо больше на тот рядом, который находится. Он уже не выдержит, и он уже отвинтится. Или сорвется. Потому что там раскачка идет. А вот и семья держится за счет маленьких деталей. С двух сторон. Какая разница, что от меня подцом попахивать? Ну и что? Следите за собой. Если вы начинаете за собой следить с маленьких деталей, тогда вы на них внимания не обращаете, потому что это само собой разумеющиеся, тогда вы видите дальше свои ошибки, исправляете дальше. Потом это само собой разумеющиеся, если я так веду, дальше. И вы все время работаете над собой. Люди-то это тоже видят. Ваша подружка видит длину ваших ногтей. Она следит за вашим маникюром. Вам кажется, нет? Да. И туфли она заметила, сколько вы лет одни и те же носите. И одежду. И когда вы начали меняться, она задаст вопрос. Мне пофигу, ради чего он не видит себя. Почему он не видит себя? Он родил детей. Он помнит себя, как он хотел. Почему он забыл о детях, которые хотят гордиться ним? Почему он забыл? Он перестал нести ответственность перед кем-то. Разгильдяй. Семья, это же два человека. Разгильдяй. Следить за собой надо. Если человек будет правильный, все в мире будет правильно. Если человек будет правильный, и мы каждый будем правильный, все в мире будет правильно. Я никогда не умоляю действия и поступки каждого человека. Я прежде всего за собой слежу. Я должен закрыть дверь, если она была закрыта. А не зайти, пусть там кто-то закрывает. Следить за собой. Я никогда не имею права требовать от кого-то, если себя не требую прежде всего. Завтра я подыму свой взвод здесь, да, нет, да, взвод, три человек. И поведу их на зарядку. Там мужиков соберу, мы к морю побежим, сделаем бросок туда, или пробежку. Там будем отжиматься, купаться. Форма одежды номер два, голым торсом, в штанах. Это отбор. Завтра, завтра. Ну мы в семь часов убежим. Это отбор. И тот, кто слабый, я ему не доверю спину. Никогда не доверю тылу. Моя жена занимается складом. Моя жена занимается почетом денег. У меня голова совершенно этим не забита. Моя жена занимается всей бухгалтерией и всей продукцией, которая идет в нашу команду. Я занимаюсь стратегией, тактикой, психологией, кризисами. То есть за этим я наблюдаю. У нас делегировано. Вот когда вам привели человека, встреча 2 плюс 1. О чем вы разговариваете? О чем он хочет? Я разговариваю о том, о чем он хочет разговаривать. Он говорит о бизнесе. Как вы с ним ведете дальше разговор? О каком? Ну, о большом бизнесе. Он заинтересован на бизнес. В нашей компании? Да, в нашей компании. Он не просто на 30% пришел. Ребята, кто хочет сыграть со мной эту роль? Вы так не поймете, о чем я. Давайте, вас привели, вы говорите о большом бизнесе. Хотите? Ну, давайте попробуем. И ко мне. А вы просто смотрите, как я себя веду. Хорошо? Да. Все. Здрасте, здрасте. Здрасте. Поехали. Да. Это я с вами веду разговор. Ну, ты пришла. Ты пришла в бизнес просить. А вы им предлагаете бизнес, да? Нет. Вы пришли в бизнес поговорить. Я ничего не предлагаю. Что буду предлагать? А, вопросы задавай. Я похож на человека, который что-то клянчит у кого-то. Нет, 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 я понял. Ну, здравствуйте. Что такое? Что такое? Слава уха режут. Кстати, запомните, я разговариваю так, потому что вы их лучше слышите. И вы здесь присутствуете. Если я сейчас буду с вами на вашем языке разговаривать, вы будете плавать. Промурчал что-то и пошла. Будете слышать меня долго. Долго. Поэтому меня многие слышат. И помнят. Хотя им не нравлюсь. Сволочь. И когда в моей семье достаток, мне вообще по барабану, что он думает. Мне самое главное, чтобы моя команда была. Цитай, довольна. У меня два шахтера, я очень рад, что два шахтера ушло из шахты. Купили себе машины на поверхности. Они в Ялте со мной были. Сюда приехали, в Египет уже летят. Мне это важно. И мне по барабану, кто в какой команде что думает обо мне. Так что я не... Нет, тут... Без веркап. Погнали, роль играем. Значит, смотрите за мной, как я улыбаюсь, как я задаю вопросы. Вот это. Вы, то есть, зафиксируете эту картинку и просто... Ваша задача копировать. Копировать кого? Успешных людей. Не себя, красавицу. Чего вы себя, красавицу копируете? И прекратите угождать людям. Чего вы угождаете людям? Они чувствуют, что вы им угождаете. Они с вас веревку видеть начинают. Если вы вошли в бизнес, вы должны каким быть человеком? Деловым. Вы разговариваете о деле. Хорошо. Картинка делового человека, как он выглядит? Как он выглядит? Ну, уверенно. Уверенно, раз. Если вы уверены, то вам что делают? Вы уверены. Доверяют. Доверяют. Вы же уверенный человек? Презентабельно. Тогда хорошо. У вас репутация тогда какая будет, если вы уверенный человек? Репутация? Хорошая. Исключительная. Успешного человека. Какого человека? Репутация, если вы уверены. Уверенного человека. Уверенного человека. если вы все знаете репутация знающего человека презентабельный вид да это твоя визитная карточка опрятность аккуратность запах это нейролингвистика то есть она очень глубоко на подсознание туда заходит и тебе мысли говорят ассоциации хорошо дорогого мужчины я помню ушла запада компания допустим я встречал вот это вот все выглядит как понты это чувствует да абсолютно вначале вы определяете кто перед вами а потом определяете что он вам говорит то есть да он вначале на на кидал вам а потом вы уже начинаете расфасовывать а к чему это у из его уст идет не конкретно если взять да тогда это не подходит а если в таком виде и конкретно и интересно тогда это гармонично если допустим такая ситуация когда вот не тот вид который должен быть можно ли и нужно ли вселить человек уверенность именно в этой ситуации а если он говорит вы не смотрите на мой взгляд и он говорит тебе не смотри на мощный но мой внешний вид ну честно говоря я так не выгляну сейчас летел не вот ситуация типа он помялся на меня в ведро помоем выглядело меняют они являются да она за человеком учат ему и говоришь не смотри вот колесо меняя но если хочешь смотри сам ключевая фраза если хочешь смотри сам ключевая фраза ты даешь выбор а он смотрит выше это не используйте дали мне нужно попить лицетин вы решили за нее и это не нравится если вы сказали как ты смотришь на то чтобы попить лицетинчик то что укрепляет нервную систему разжижает разжижает там желчный застой и чёночку восстанавливает там тает еще мозговые клеточки очень вкусная вещь у меня даже собачка ест и шерсть на я так разговариваю поэтому у меня нет отказов я им даю выбор давайте два плюс а вы пишите два плюс один дейла карнеги ребят читайте я на всех дисках это говорю вы все там где-то держите и ничего не делаете вообще все бизнесмены мира давно дейла карнеги школу прошли секрет простой его все читают мне все понимают знать почему между строк не видят я же вам говорю что то вы в чистую монету бряк а я имею ввиду я аж к чему-то это сказал а чё вы в чистую монету а я дальше беру не озвучиваю а зачем мне то чего хотите не хотите алексей глупо не как-то рассказывали когда мне было нужно миллионер пошел в туалет а я вижу он сейчас улетает я уже больше не вижу у меня вопрос к нему может быть решит все мое направление я подошел к туалету я извиняюсь что вы там ну вы сейчас улетите а мне он говорит молодец ты сражайся за жизнь сейчас он вышел миллионерам очень нравится очень нравятся напористые люди которые задают умные вопросы получают какие ответы задают глупые вопросы глупые ответы а нафиг ему задал ты тупой вопрос а тебя по тупому балл а что ты задал он тебе ответил два плюс один бизнес хотите ну так ну давайте здрасте здрасте погнали я я могу вам предложить бизнес а вы мне или вы мне я вам я понял а какой вас вообще интересует ну вообще именно коралловый клуб и именно вот пока как активного такого понял что вы знаете вообще коралловом клубе ну вообще то что это куб здоровья знаю что здесь можно достать богатой так вот можно оздоровить своих родных и близких это тоже это то что я знаю сейчас о коралловом клубе а что бизнесе знать о бизнесе то что я должна вот я сегодня послушала виктора фальку если я могу стать м спасибо м м м м м Продолжение следует...